Здравствуйте! Первый обзор 2015 года. Давайте начнем обзор ситуации с волатильности. Итак, волатильность российского рынка достигла в начале января 2015 года максимальных значений за последние два года. Это означает, что рынок дешевый. Дешевизна этого рынка наступила в январе, но она достаточно опасна. При такой высокой волатильности рынок может показать быструю динамику. То есть индекс может измениться на 3-4% в течение 1-2 дней. Поэтому при такой высокой волатильности стопы, они должны быть отодвинуты от текущих цен на значительные расстояния. Короткие стопы сейчас работают не будут. Вчера, 13 января, волатильность на российском рынке снизилась, рынок вырос. Но движение российского рынка, которое синхронно с движением мирового рынка, вот мы видим где-то с начала декабря, идет ослабление российского рынка на фоне ослабления мирового рынка. Это красный график. Сюда включена цена на нефть. И одновременно с этим идет ослабление американского рынка. Так вот, российский рынок, он пошел против тенденции глобального рынка на текущий момент. Это опасно, потому что это означает, что на российском рынке может произойти коррекционное движение, если мировые рынки в ближайшее время не начнут свой груз. Что касается американского рынка, то как раз в Штатах ситуация похожа на российскую, то есть волатильность также начала снижаться. И благоприятно для американского рынка выглядеть спокойствие долгового рынка. И мы видим, что депт достаточно спокойно себя ведет. Но высокая бета между дептом и S&P, она означает, что американский рынок очень сейчас зависим от того, куда пойдет индекс депт. Депт сейчас корректируется вниз, но об этом чуть позже. В общем, если сейчас депт достаточно сильно начнет расти, это будет огромной поддержкой американскому рынку, который как раз на этом через короткое время начнет восстанавливаться и стабилизироваться. Если же депт сейчас будет падать, то с учетом особой беты может начаться мощнейшая распродажа в США. И несмотря на то, что сразу индексы американские пойти резко вниз не смогут, по причине долгового рынка тоже чуть-чуть позже вы увидите. Но дестабилизировать российский рынок такая ситуация сложная. Итак, что касается долгового американского рынка, почему американский рынок сейчас не сможет достаточно быстро падать? Ставки на долговом рынке снижаются, они снижались в течение января, достигли своих минимальных значений, ставки доходности очень низкие, поэтому дивидендная доходность американского индекса S&P, она должна была бы вывести американский индекс на уровень почти 2600 пунктов. Конечно, этого не происходит. Дело в том, что объем ликвидности, который сейчас на рынке есть, позволяет торговаться S&P на уровне 1800-1940 пунктов на уровне депта. Только низ 1940 пунктов американский рынок выглядит дешево, но ситуация долгового рынка, она поддерживает перекупленность американского рынка, и эта перекупленность пока сохраняется. Вот эта точка, она критическая, эта точка границ волатильности, трендового движения S&P 500. Так вот, в этой точке сейчас очень многое зависит от желтого графика, от депта. Если он здесь резко пойдет вверх, то это сохранит тренд американского рынка. Если же депт здесь пойдет сильно вниз, то это значит, что тренд американского рынка переламывается. Вот, но для рынка достаточно интересная ситуация, потому что если депт сейчас резко пойдет вниз, то крупные инвесторы, они задумываются о закрытии лонговых позиций. Закрывать лонговые позиции на падение рынка они не захотят, потому что тем самым монеты просто обрушат, могут упустить его до любого значения, как и над нефтью. То есть, если будет ценовая война на Устрии, то индекс S&P 500 может упасть хоть в 3, хоть в 4 раза. Это надо понимать. Поэтому крупные инвесторы, они, если депт попадет вниз, то есть начнется закрытие позиций, и крупные инвесторы постараются вывести американский рынок на максимальные значения. Сколько времени у рынка есть? У рынка есть время до 20-х чисел февраля. То есть, до этого времени крупные инвесторы будут стараться держать рынок. То есть, это будет такой припрайсинг рыночный, когда крупные инвесторы будут стараться на низких объемах максимально высоко поднимать фондовые индексы или не давать просто их падать. При этом все сложится в ситуации, когда очень много инвесторов в США поймут, что потенциала роста у фондового индекса американского нет, и они постараются разогреть и российский рынок по обществу. То есть, для выхода как раз из российских активов может быть разогрев фондовых индексов в России. Корпоративные риски. Достаточно сильно улучшились они в последнее время. Из-за корпоративных рисков тот сезон черности, который сейчас идет, он не поддержит американский рынок акций. На рынок акций может быть на тренд американского индекса стандарта может быть оказано серьезное давление. Но, опять же, если смотреть техническую картину, то в этой динамике здесь отражается нестабильность нефтедобытчиков американских, банкротство нефтедобывающих компаний некоторых в последнюю неделю. И в целом неуверенность инвесторов в отношении сыребового сектора США. Но пока еще уровень риска здесь не превысил максимальные значения 12 декабря. Я надеюсь, что зародится новая тенденция, тенденция снижения корпоративных рисков. Объясню, по логике вот это движение, рост корпоративных рисков должны развернуть американские индексы и начать очень крупную коррекцию на рынке США с очень глубоким откатом. Но резкое снижение цен на сырье и, возможно, сохранение высоких цен на долговом рынке создают в текущей ситуации уникальную ситуацию на фондовых рынках. Это ситуация кризиса на финансовом рынке на фоне высоких цен на акции. То есть биржевые индексы могут не снизиться во время этого кризиса. А когда ситуация нормализуется, будет новая волна роста цен на активы. В плане мультипликаторов как раз и сейчас решается, куда выйдет американский рынок. Он выйдет на новую волну роста цен либо он выйдет на стагнацию и коррекцию. Вот пока вот эта ситуация говорит нам о стагнации и коррекции рынка. Но очень низкие ставки долгового рынка и постоянный приток ликвидности в виде роста тектора. Он не позволяет американскому рынку скорректироваться. И в принципе это может перехватить, переломить тенденцию роста корпоративных рисков. Корпоративные риски могут успокоиться, начать устойчивое снижение. Тем самым выгодит американский рынок с текущей ликвидностью нового года роста. Я считаю, что рост на американских фондовых рынках будет абсолютно минимальным. В ближайшие полтора-два года спекулятивно, если вернуться розничные инвесторы, которые с американского рынка ушли, может быть пузырь. Это возможно. Пока о пузыре речь идет на американском рынке, только о пузыре связанном с перетоком ликвидности в акции с долгового рынка, он существует. Вот. И в целом ситуация может сохраняться несколько лет, что как раз позволит именно российскому рынку вырасти в два с половиной, три раза за промежуток времени. Вот. И заработать вам в районе от двухсот до четырехсот процентов. Начиная вот с января 2015 года. Чтобы эта ситуация была реальной, нужно, чтобы корпоративные риски прекратили свой рост и тенденция по росту корпоративных рисков больше не продолжалась. Здесь, опять же, необходима остановка этой негативной тенденции и ее разворот. Вот здесь есть попытка отрисовки двойного двойной вершины. Ну, или если перевернуть это все, это будет двойным планом. Это очень интересная ситуация. Она складывается в преддверии данных по сырьевому рынку, которые будут сегодня опубликованы. Если сырье начнет дорожать, скорее всего, это будет сопровождаться снижением корпоративных рисков. Из рисковой ставки видно, что в уровне индекса СНТ-500 он индекс акций американских больше не выглядит дешевым. Корпоративные риски они снизили красный график. Это инсайдер, который отражает именно корпоративных рисков. Вот, сейчас индекс СНТ-500 над синтетическими индексами. инсайдер, схождение не произошло всех графиков. В принципе, американский рынок может опуститься в уровне 1960 пунктов по СНТ-500 в рамках продолжения той коррекции, которая сейчас на рынке есть. По логовой позициям на Устри недавно были достаточно крупные продажи. Давайте посмотрим, когда это было по датам. Это было 8 января. Вот, это крупная продажа влияет на то, что происходило на Устри сегодня и то, что происходило на Устри вчера. То есть попытки роста захлебываются, индексы идут вниз. Как бы они не сильно не открывались, расти не получаются. Огромные продажи. Сейчас почему? Потому что рынок не чувствует силы покупателей. Сейчас на рынке как раз проявляются продажи, которые были, они уже состоялись в 8 числе. Вот, не факт, что эти продажи продолжатся. Эти продажи не являются сверхпатичными, но являются негативными для американского рынка. И вот эта крупная продажа, она может пробить техническую картину. То есть благодаря этой продаже индекс как раз S&P может идти на 1960. будет текущего уровня. Вот. Но опять же еще раз повторюсь, что все будет зависеть от динамики депта, желтый график. Он не должен ускориться, продолжить ускорение дальше вниз, он падать, либо он будет падать, и тогда ситуация резко ухудшится. То есть локально она будет стабильной, после коррекции рынок американский будет восстанавливаться, будет плавное падение, либо даже выход на ногу максимум, но в общем ситуация будет достаточно стабильной. Либо он резко улучшится, и даже если будет локальная коррекция, то S&P резко пойдет вниз. S&P 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 и здесь будет достаточно глубокий провалов, любой по масштабу, по размерам, неважно, но при этом если этот резко будет расти, будут прийти покупки, то эта ситуация очень благоприятна, потому что она позволит американскому рынку продолжить свой стабильный рост. Очень интересная ситуация с лонгами на Олл-стрит. Лонги выросли, они показали свой максимальный уровень 5 января, точнее 6 января и как мы видим в большом историческом разрезе высокие лонговые позиции это очень хорошая ситуация, эта ситуация говорит о силе рынка, но сейчас к сожалению это еще ситуация говорит о о том, что почти все инвесторы заняли лонговые позиции на американском рынке. Вот тут выглядывают желтый график, когда выглядывают желтый график, это означает, что корпоративные риски выше уровня, ниже уровня BBB+. то есть сейчас корпоративных рисков минус BBB нейтрально или WBB все эти уровни будут проходить с ростом этого желтого графика. Когда он уходит и мы его не видят, это означает, что корпоративный риск выше уровня BBB+. то есть он хороший, то есть ситуация в экономике стабильная. Сейчас такой ситуации нет, мы видим, что на максимальных значениях рынка корпоративные риски стали достаточно высокими, эта ситуация угрожает рынку, но при этом огромные лонговые позиции, они говорят о дешевизне, локальной дешевизне рынка здесь сейчас. Что победит? Объем денег, объем ликвидности или победят опасения и ожидания инвесторов, те негативные ожидания, которые определяют уровень корпоративных рисков. Эта ситуация разрешится в ближайшее время, но в целом очень высокий уровень лонговых позиций, он очень будет приятно выглядеть для именно ваших портфелей на российском рынке. То есть пока благодаря этому есть потенциал хорошего заработка в России. Когда здесь начнутся мощные распродажи, когда лондовые позиции будут закрываться, то это означает, что фундаментальные цены на российские акции будут стремительно падать, а это означает, что и потенциал заработка в российском рынке будет сокращен. Российский рынок. Если посмотреть динамику GDR, восстановились восстановились они предыдущая волна восстановления не сопровождалась ростом индекса ММВБ, потому что покупки остановились в тот момент и денег на то, чтобы выбросить индексы ММВБ вверх не было. Поэтому рынок откатывался дальше. ММВБ вплоть до 25-го, до 30-го текабря падал. Вот GDR остановился и перестал падать. Палить прекратилось. Затем началось восстановление цен на рынке GDR и такая ситуация сохраняется до текущего момента. Сегодня может быть коррекция GDR, то есть скорее всего сегодня мы увидим снижение индекса во Франкфурте и будет реакция на это снижение российского рынка. Что касается сальдо притока, оно выглядит достаточно положительным. Высокая интенсивность притока сохраняется. Здесь есть желтый график это сколько должен стоить российский рынок по внешнему рынку. Если на это посмотреть, то наша справедливая цена сейчас находится в районе 1680 фунт в районе года. Это по текущему состоянию внешних рынков. По доходной модели фундаментальной оценки которые как раз доступны у нас в другой нашей базе. Текущая цена это по потенциалу на отдельные акции. Текущая цена ММВБ может быть на уровне 1820 токов. То есть высшего уровня 1820 токов. Сейчас российские акции фундаментально не выглядят привлекательнее. Так. Это касается притока денежных средств на российский рынок. Ну вот мы видим здесь ситуацию последних трех месяцев. Лучше 6 где-то с октября месяца начался интенсивный приток денежных средств он нарастал до декабря потом была пауза потом еще одна волна на новогодних праздник притока средств он достаточно мощный и где-то максимальное значение воюет 2,5 миллиарда рублей в день. Что на рынке произошло? На рынке благодаря притоку денег достаточно ощутимо снизился уровень судебного риска. давайте посмотрим кто такой суверенный риск и что он нуждает для российского рынка. Ну вот ее графика красный график суверенный риск синий график индекс продавцы на бобай. 2007 год в 2007 году уровень суверенного риска снижался до февраля 2007 года с 2005 и это сопровождалось ростом индексов. С февраля 2005 года суверенный риск начал расти индекс продолжил свой рост но это все закончилось ростом рынка в 2008 году после этого суверенный риск достаточно ощутимо восстановился уже к июне 2009 года а индекс не восстановился и вот что восстановление индекса МОББ до апреля 2011 года суверенный же риск с февраля 2011 с февраля 2011 года начал снижаться то есть суверенный суверенный риск начался тренд роста риска то есть график начал снижаться и рост риска стабильно продолжался вплоть до последнего времени то есть вплоть до октября 2014 года и с этого момента суверенный риск вышел на вот эту уровень 10 и это означает что индекс МОББ при таком уровне суверенного риска может выйти в диапазон 1550-1650 это краткосрочная цель для российского рынка но вообще сама динамика выглядит очень положительно во многом она связана с тем что американские индексы проходят свои исторические максимумы сейчас и по мере того как инвесторы в Америке понимают что привлекательность что цены на американские акции высокие и одним из немногих недорогих рынков в мире является российский рынок вот сейчас решается вопрос самых целей скорее всего этот вопрос будет к весне решен положительно для России и в России есть что разыгрывать очень высока вероятность что в ближайшие месяцы будет рост цен на нефть может быть технически может быть это как отскок после авгуала цены ценовая война временно может закончиться но опять же в условиях нестабильного американского рынка акций и высоких цен на этом рынке российский рынок смотрится здесь неплохо потому что у российского рынка есть драйверы и еще драйверы российского рынка во многом связаны с динамикой по деловой активности в текущей ситуации мы проходим уровень девальвации репляров похож на 1998 год и как видим во время кризиса 1998 года деловая активность как и сейчас резко замедлялась к сожалению это не опережающий индикатор именно та оценка деловой активности которую мы здесь видим но есть очень важный важный критерий это восстановление деловой активности так вот я прогнозирую что в 2015 году деловая активность не просто восстановится а она выйдет на новые максимальные уровни которых не наблюдалось на нашем рынке с 2011 2008 годов то есть деловая активность в индустриальном секторе превысит уровень 55 пунктов и вот во многом это станет для нашего рынка локомотивом и драйвером роста почему потому что такое изменение деловой активности предскажет рост прибыли то есть предскажет подъем корпоративных прибыли а значит фундаментальная привлекательность российских акций резко вырастет как мы видим в пике стоимости российского рынка были в апреле 2011 года это максимальные максимальные прибыли корпоративного сектора в начале 2008 года индексы российские показали тоже свои максимумы и во втором квартале РТС показал 2500 пунктов здесь 2100 пунктов то есть максимальные значения индексов всегда связаны с максимальными корпоративными прибылями поэтому как раз резкий рост деловой активности в индустриальном секторе резкий рост корпоративной прибыли конечно же для российского рынка будут сопровождаться резким ростом цен акций последний последняя информация это интенсивность притока средств на российский рынок вот волна которая пошла с конца декабря эта волна идет до середины января то есть три недели подряд скорее всего эта волна будет идти на затухание в ближайшее время если приток денег на российский рынок остановится и будет снижаться к нулевым значениям ммвб скорректируется на уровень 1430 пунктов об этом нужно помнить и при том что внешние рынки цены на нефть будут неизменны если цены на нефть будут расти а индекс Европы и Америки падать то в принципе есть шанс что уровень 1430 по МВБ сохранится то есть это будет отличным значением для открытия лондовых позиций на российском рынке если коррекция индексов будет незначительной американских европейских а цены на нефть будут активно расти российский рубль будет укрепляться то в принципе индекс МВБ не дойдет до уровня 1430 потому что вот эта поддержка она переместится наверх в этом случае я буду за этим следить и в скайп я буду дать значение с этого дня о том где является на каком уровне сейчас нулевое значение то есть при каком индексе МВБ сейчас приток отток сарга будет нулевым итак ожидаем пока замедления притока средств на российский рынок и давления на индексы есть правда один фактор очень важный это то что где-то 5 января был мощный приток денег почти на историческом максимуме с 2011 года вот и если сейчас будет пауза нулевчера был просто мощный приток денег а потом уровень 2 миллиарда 600 миллионов рублей будет побед вверх то это означает что глобальная волна притока денег продолжается то есть это будет как такая большая сложная но все-таки пауза и это будет в рамках одной большой волны это означает что российский рынок будет находиться в ралли как только мы пробьем по итогу дня 2 600 получается что уровень который будет 3 декабря 1630 он промежуточный и МВБ обязательно поднимется гораздо выше то есть поднимется в уровне 1700 пунктов в феврале вот поэтому приток 2 миллиарда 600 миллионов то есть побитие вверх это уровня там то есть 2 700 2 900 до этого совсем чуть-чуть то есть рынку нужно чуть-чуть напрячься и это выведет МВБ на уровне откроет ему яблажка это не дорога а неизбежно выкинет индекс МВБ на уровень 1680 1710 пунктов потому что так устроен рынок ралли продолжится и индекс выведет МВБ логовые позиции на российском рынке они восстановились до уровня декабря 2013 года идет мощный самый мощный приток это уже видно что это не коррекционный приток сначала был коррекция к мартовскому углу фактически то что мы видим сейчас с вами закрытие этих продаж 2014 года означает что вопрос с санкциями решен положительно то есть скорее всего санкции будут с России сняты в первой половине 2015 года инвесторы это уже заложили в цены российского рынка что касается доходности прибыльности российских компаний то российский индекс поддерживает ожидание что в этом квартале прибыль будет расти и эта прибыль не уйдет в отрицательную зону на протяжении всего 2015 года мы здесь видим долговоровую доходность это в долларах США и в принципе мы видим достаточно положительную картину здесь и есть сценарий при котором во второй половине 2015 года возможно прибыль российских корпораций резко вырастет и 2016 год может стать тоже очень удачным потому что если деловая активность до второй половины 2015 года пойдет вверх то это проявится на рынке только в первой половине 2016 года для нас для наших партнеров это очень удобно лондовые позиции вот с 2005 года есть информация мы видим что они на бычьем рынке они устойчиво растут потом вот так же феврале 2007 года они перестают расти зачем начинается снижение рынки корректируются потом идет восстановление лондовых позиций фактически сейчас лондовые позиции вышли к уровню 2007 года то есть в 2007 году на текущих значениях лондовых позиций это 300 миллиардов рублей индекс МВБ колебался в диапазоне 1500 и 1800 пунктов вот по мере того как рынок успокоится можно ожидать что индекс МВБ как раз вернется в колебании в этом широком диапазоне 1500 1800 пунктов и на текущий момент дешево рынок выглядит на уровне 1430 и ниже это дешево сейчас долго он выглядит выше 1820 пунктов то есть это как раз 1800 это фундаментальная цена там исчерпывается фундаментальная привлекательность российского индекса МВБ а ниже 1430 пунктов рынок выглядит неоправданно дешево по тому объему денег который пришел на российский рынок и по ситуации на внешний рынок вот как бы мы будем зажаты здесь негатив это дивидендная поддержка она сейчас находится на уровне 430 пунктов по индексу МВБ то есть российский рынок на российском рынке очень низкий уровень дивидендной доходности средней российских акций вот и если инвесторы разочаруются динамики ростом российских компаний то это может означать довольно глубокую коррекцию вот но опять же я все таки надеюсь на то что дивидендная поддержка она не учитывает быстрый рост двух факторов это быстрый рост дивидендной доходности в ближайшие три года российских компаний и снижение стоимости снижение стоимости кредитования на внутрироссийском рынке то есть снижение ставки рефинансирования ЦБ с там 19 ну говоря потолок 15% это вниз вот если эти факторы суммировать то можно ожидать ралли дивидендной поддержки то есть ну где-то правда это ралли пока не начинается в январе дивидендная поддержка провалилась до 430 пунктов это видно в базе которую вы можете открыть вот и с фигурля может начаться рост дивидендных поддержек по отдельным российским акциям для многих акций российских дивидендная поддержка важна такие акции как Мосэнерго МТС такие акции как Норильский Никель такие акции как Префус Суббуднефтегаза Суббуднефтегаза вот все эти акции в значительной степени их тренды их динамика определяются как раз дивидендными поддержками остальные акции они на это не реагируют поэтому как только начнется дивидендное ралли то определенные определенные акции на российском рынке будут устойчиво расти и будут показывать очень хорошую курсовую динамику ну на этом все очень большой получился обзор надеюсь вам было интересно смотрите статистические базы данных следующий обзор будет посвящен деловой активности мы посмотрим деловую цикличность частично мы сегодня затронули это но отдельный обзор следующий я посвящу этому будет в ближайшие выходные спасибо